Здравствуйте! С вами Финверсия ТВ. Представляем вашему вниманию обзор экономической статистики на новую неделю. 15 июня в Новой Зеландии выйдет индекс активности в сфере услуг. Банк НЗ представит ежемесячный отчет об инфляции. В Китае публикуют данные розничных продаж, промышленного производства, индекс цен на жилье, а также состоится пресс-конференция Национального бюро статистики Китая. В Японии выйдет показатель активности в сфере услуг. В Великобритании станет известен индекс цен на жилье Rightmove. В Швейцарии опубликуют показатель цен производителей и импорта, а в Италии – данные инфляции. В еврозоне обнародуют торговый баланс. В России выйдет индекс цен производителей. В США опубликуют объем покупок американских ценных бумаг иностранными инвесторами. 16 июня в Новой Зеландии выйдет индекс цен на жилье Rightmove. И будет опубликовано исследование потребительских настроений Westpac. В Австралии обнародуют индекс цен на жилье. Резервный банк Австралии представит протоколы заседания двухнедельной давности. Также во вторник состоится заседание Банка Японии и станет известно решение регулятора по процентной ставке. Секретариат экономического развития Швейцарии представит сводку экономических прогнозов. В Великобритании опубликуют уровень безработицы, уровень средней заработной платы и количество заявок на пособие по безработице. В Германии выйдут данные по инфляции, в том числе основной и гармонизированный индексы потребительских цен. В этот же день в еврозоне станут известны индекс экономических настроений и данные затрат на единицу рабочей силы. Институт ZEV представит показатель настроений в деловой среде и индекс оценки текущих экономических условий в Германии. В России выйдут данные промышленного производства. В США опубликуют данные розничных продаж, промышленного производства и индекс розничных продаж Redbook. В Канаде обнародуют объем национальных и иностранных инвестиций в ценные бумаги. Глава ФРС США Джером Паул выступит перед Конгрессом. Американский нефтяной институт отчитается по запасам нефти на прошлой неделе. Также встречу выступит заместитель председателя ФРС Ричард Кларида. 17 июня в Новой Зеландии опубликуют платежный баланс и счет текущих операций. В Японии выйдут данные импорта, экспорта и общая сальдо торгового баланса. В Австралии станут известны данные продаж новых домов и индекс опережающих индикаторов Westpac. В Великобритании опубликуют данные инфляции, включая базовый и основной индексы потребительских цен, индекс розничных цен и показатель цен производителей. Также в среду в Швеции выйдет уровень безработицы, а в Италии данные промышленных заказов. В еврозоне станут известны данные потребительской инфляции и объем производства в строительном секторе. В США опубликуют индекс ипотечного кредитования MBA, изменение числа жилых новостроек и данные разрешения на строительство. В Канаде выйдут базовый и основной индексы потребительских цен. Глава Федерального резерва повторно выступит в Конгрессе США. Управление энергетической информации отчитается по запасам коммерческой нефти на прошлой неделе. 18 июня в Новой Зеландии выйдут данные роста ВВП за первый квартал 2020 года. В Японии опубликуют данные иностранных и национальных инвестиций. В Австралии станут известны уровни занятости и безработицы, и доля рабочей силы в общей численности населения. Резервный банк Австралии опубликует бюллетень об экономических и финансовых изменениях. В Швейцарии выйдут данные импорта, экспорта и общий торговый баланс. Также в четверг состоится заседание Национального банка Швейцарии и станет известно решение регулятора по процентной ставке. Европейский Центробанк представит традиционный экономический отчет спустя две недели после заседания. В этот же день состоится заседание Банка Англии. Британский регулятор объявит решение об изменении процентной ставки и объеме покупки активов. Банк России представит динамику международных резервов. В США опубликуют количество первичных и повторных заявок на пособия по безработице и показатель деловой активности в производственном секторе ФРБ Филадельфии. В Канаде выйдет отчет по занятости ADP, данные оптовых продаж и индекс цен на жилье на первичном рынке. Представитель Банка Канады Лоурен Шембри выступит с заявлением. Управление энергетической информации отчитается по запасам природного газа в США на прошлой неделе. 19 июня в Японии опубликуют национальный индекс потребительских цен. Состоится заседание Комитета кредитно-денежной политики Банка Японии и станет известно решение регулятора по процентной ставке. В Великобритании выйдут данные розничных продаж и чистые займы госсектора. А в Германии – показатель цен производителей и индекс оптовых цен. В еврозоне будет опубликован баланс счета текущих операций. Глава ФРС Джером Пауэлл выступит с речью. Компания Baker Hughes представит количество активных буровых установок на прошлой неделе. В Канаде выйдут данные розничных продаж, а в США опубликуют баланс счета текущих операций. Информационный портал finversia.ru – финансовая версия происходящего в мире экономики. Ждем ваши комментарии. Субтитры создавал DimaTorzok